добрый день друзья сегодня поговорим о том как историки и естественно пропагандисты от истории коверкают настоящую очередность событий которые были в нашей истории земли я вам приведу только один пример он свежий достаточно я только сегодня буквально посмотрел в одной из передач рэн тв на эту тему специальный фильм о времени я не знаю как он называется но там как раз ведущий говорил о том как возникло время и что с этим связано я начну с того факта который исковеркан ну конечно не ведущим этой передачи а вообще историками на которых опирался этот ведущий ну и естественно те кто ему писал сценарий текст и так далее в этой передаче ведущий сказал интересный такой факт ну как бы интересно что по его мнению точнее по его данным которые подготовили ему скажем так историки была такая некая рут бельвиль или примерно как-то так фамилия но фамилия вы понимаете это в кавычках она якобы была супругой какого-то мужичка англичанина но вот с такой с ближневосточной фамилии именем как рут ну естественно мужичок наверное был таким же напомню рут переводится буквально в нашем языке как руль или еще более такие понятные имена то есть вы понимаете что это такое именно по имени но сейчас это второстепенно потому что в передаче сообщалось что это рут торговала временем точным временем и как она это делала она естественно все это унаследовала у своего мужичка а вся семья этим бизнесом занималась сто лет даже дочка потом стала этим заниматься так вот на своей колясочке ну это же была англия как нам говорят традиции традиции вековые она на своей колясочке даже в эпоху над ней смеялись по этому поводу даже в эпоху телеграфа она объезжала своих старых клиентов которые почему-то были ей преданы а это были банки и крупные торговые компании и спрашивали у нее у этой рут сколько времени и она им сообщала за деньги на коммерческой основе это же был бизнес она им сообщала сколько времени сейчас на самом деле бизнес ее вот такой на сообщение времени якобы продлился даже до второй мировой войны и только после нее он как бы сошел на нет потому что появились у джентльменов часы наручные даже скорее первоначально были те которые прятались в карманчик в нагрудной там штанишки и вот вы понимаете вот вам история что было некая рут которая торговала временем сообщала и теперь другие историки те которые не соображают что им было сказано в этом эпизоде они будут говорить да в англии зародилось время собственно как и в передаче было сообщено что да действительно англичане придумали какие-то часы и по ним еще вот торговали этим самым временем и все это было естественно 19 вплоть до середины двадцатого века есть здесь какие-то на ваш взгляд проблемки или нет как вы думаете подумайте вот одну десятую секунды и потом выдайте результат а я вам сообщаю ждать не буду почему потому что это на самом деле не так просто начнем с имени что такое рут рут это рувь это имя который буквально переводится с ближневосточного языка на человеческий как пасха пасха и в отношении земли пасха вовсе не праздник никакой а красная линия на территории всего земного шара это красная линия в разные времена пролегала по разным территориям это так называемый нулевой меридиан это сегодня а в прошлые времена это была линия перемены дат или что-то похожее на это то есть та линия от которой отсчитывалась каждый оборот дня то есть каждые сутки от которой отсчитывалось местное или потом уже все планетное время нулевой меридиан остановимся на этом потому что есть еще 180 градус это тоже нулевой меридиан но он на 180 градусов противоположен нулевому меридиану который ныне существует и по нему как раз проходит линия перемены дат прежде вот до этой конструкции гринвич и тихий океан нулевой по гринвичу идет а 180 по тихому вот до этой конструкции двойной была конструкция с одним вектором перемены дат это была полярная система координат она сводилась к тому что у нас существовал пулковский нулевой меридиан но он был исполнен в полярной системе координат был центр в москве захода солнца . была в том направлении куда сегодня от москвы смотрит санкт-петербург поэтому туда и двигался этот нулевой пулковский меридиан вот как было устроено до 19 века теперь когда все это разошлось в девятнадцатом веке примерно в 1800 по моему девяносто шестом году был принят тот самый гринвичский меридиан я мог ошибиться в дате я ее не запоминал честно говоря но ошибка может быть там десять пять десять пятнадцать лет не больше она несущественная так вот смысл то в чем на нулевой гринвичский меридиан перешли только тогда когда на землю стали взирать как на две сегодня известные вам проекции нашей земли то есть восточные полушария и западные полушария и в свою очередь восточное и западные полушария делятся и определяются по земле только исходя из гринвичского меридиана который является нулевым и который вот в этой точке расположен где сходится два полушария а 180 на внешних ободах вот как раз в конце девятнадцатого века стали представлять землю как сферический объект до этого еще раз говорю до этого по всем картам по всем геологическим геофизическим всем этим вещам только был пулковский меридиан через санкт-петербург и больше никаких измерителей на земле не было если вы видите какие-то карты которые продатированы и ранее чем конец девятнадцатого века и на этих картах два полушария знайте что эти карты подделки потому что другого варианта нет только после появления еще раз нулевого меридиана который идет через гринвич появилась точка соприкосновения этих полушарий и только тогда полушария стали восточным и западным когда появилась ось отсчета теперь что интересно вот этот нулевой меридиан он обзывается очень интересно конечно сегодня это слово меридиан то есть это направление на юх это вольный перевод а вообще меридиан мери это между диан двумя между двумя полушариями вот вам нулевой меридиан ну естественно все остальные градусы это смещение этого нулевого меридиана но до девятнадцатого века до конца девятнадцатого века нулевой меридиан представлялся совершенно по-другому поскольку тогда уже зарождалась христиана иудейская религия и в ней в иудаизме формировалось воззрение на землю вся религия сегодняшняя просто они верующие сами не знают во что верят вся религия сегодняшняя верующие она устроена так что люди веруют в землю обожествляя ее как в древности в древности в кавычках конечно же было гея и гера земля зимун это уже без кавычек зимун и вот так люди продолжают видеть вы может видели на картах на географических того времени чуть более раннего 18 века и туда дальше там всегда изображалась земля в виде бога распятого бога правая рука его на севере левая на юге ноги на западе почему всех покойников несут так же как этого бога ногами вперед ногами на запад ну а голова на востоке поэтому все сегодня молятся верующие именно становясь на восток отсюда все идет это вера она календарная вера нужно понимать ее и календарь здесь не просто какое-то знаете событие которое ну просто так посчитать нам какие-то дни недели месяцы года нет календарь я уже говорил вам в одном из своих фильмов календарь это механизм который формирует душу человека путем кодирования ее временными участками сегментами и так далее секундами минутами и другими частями алгоритма час часть алгоритма то есть час это буквально часть часть так что вот вам связка календарь это и есть сегодняшний душа верующий сегодня верит в душу которую надо спасти для чего для того чтобы на следующем круге календаря она переродилась в себя же или в какое-то другое тело и чтобы она существовала вечно как и сам календарь вот она вся правда и теперь возвращаемся к имени руф или руд бель виль слово руд обозначает буквально пасха буквально пасха и именем руд или эсфиль по ветхозаветному была названа естественно книга в ветхом завете когда еще тогда побивали этих всяких персов веселые иудеи но это было давно они веселились они же убили 70 тысяч в персии главных людей самую элиту персии они убили и вот знаете я когда читал эту книгу книга эсфиль я просто обливался слезами я не понимал как можно устроить геноцид процветающей персии и остаться при этом веселым реки лились реки крови лились просто не то что реками самими океаны свозили туда и это была самая высокая знать персии после двух дней такой резни персия как государство и как цивилизация что главнее перестала существовать вы сегодня знаете иран да есть исламское государство да вот так где там извиняюсь конечно перед иранцами они думают наоборот наверное но где там сегодняшние и древние цивилизации в постройках в преданиях где вот нет ее и все из-за того геноцида который был устроен последователями книги эсфиль и ветхого завета я их кстати не осуждаю война есть война но они ей слишком часто промышляют и она длится бесконечно в россии в 1917 году была реализована книга эсфиль сейчас она реализуется на западе от россии и эта книга эсфиль воюет бесконечно она воюет за души людей и у нее всегда одна и та же цена цифра этой цены вам известно называть ее не буду потому что не дают ближневосточные люди о себе ничего рассказывать потому что вот они такие неприкасаемые но это опять к делу как говорится совсем не очень так и относятся кроме единственного а эсфиль переводится цвет хозаветного языка каким бы он ни был как пасха и когда вы ищите на земле вот ту линию древнюю но одну из древнейших линий которая делила так скажем нашу землю на какую-то систему координат но естественно в древности декартовой системы координат не могло быть никакой сферической земли в древности быть просто в принципе не могло почему потому что до декарта представления геометрические о нашей планете были только плоскими или какими-то кувшинными то есть чашеобразными я уже много раз вам говорил не перестаю повторять именно поэтому даже в 19 20 веке кубки спортивные вручали всем в виде чаши кубок кубок куба киев это все один и тот же момент обозначающий именно кубок 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 чашу даже гора кавказа который пристал но и в ковчег и сам кавказ куба это тоже самое перевернутой чаша или чаша вот такая в зависимости от того что вы будете рассматривать на ней если гору то чаша вниз если ковчег лодка то чашу вверх казань тоже кстати отсюда происходит название поэтому и в казани есть такой большой казан как они говорят от казана но казань кавказ кубок это все обозначение одного и того же предмета названного кубком на разных языках надеюсь поняли здесь достаточно просто так вот в древности недалекой не в какой-то там тысячелетий тому назад а в недалекой древности это буквально может быть полтора века всего назад нулевой меридиан пытались провести когда искали ему место где начинается земля нулевой меридиан пытались провести через остров который вы хорошо знаете остров пасхи пасха вы можете посмотреть это сами на древних картах и можете поспрашивать у интернета на древних картах остров пасхи назывался эсфирь то есть пасха и это линия эта линия она и обозначает начало западного полушария после того как по ходу солнца восточной полушария закончилась почему остров пасхи выбросили потому что потому что англия прибрала к своим рукам владение миром и разделила внешние и внутренние области земли с россией до гринвича была россия весь континент включая париж и все остальное после гринвича начиналась англия все моря америки и так далее и англия продолжалась уже до нашей камчатки до чукотки вот до этих окраинастей то есть вы поняли всю землю разделили на два лагеря восточный лагерь это российская империя западный лагерь это английская империя но сначала это деление было по полярной системе координат поэтому сухопутной была российская империя на евро азиатском континенте не было никаких германии англии и тем более голландии и тому подобного а морская империя люди моря известные вам она существовала под английским флагом и остается сейчас такой поэтому австралии там все эти все это принадлежало англии почему она осваивала эти периферии причем сама англия была территории где правили люди вышедшие из россии это было устройство мира совсем недалекое 17 18 19 века и я возвращаюсь к тому моменту почему ту женщину звали руд который торговала временем и я надеюсь вы теперь понимаете что рассказ о женщине который торговал в англии точным временем не имеет часов ничего это как раз рассказ о нулевом гриническом меридиане от которого отсчитывались те времена которые нужны были банкирам и крупным торгующим компаниям зачем затем чтобы делать свои проценты больше в торговле это не нужно ни для чего не встречи назначать ничего вот допустим вы наверное помните кто такого же возраста как я что 80 70 годы мы даже телефоном не пользовались нам было все равно мы каким-то образом встречались со своими друзьями и коллегами в нужный момент и на работу тоже не просыпали нам не нужна была каждодневная точная информация каким-то образом даже в эти годы все происходило само я сегодня конечно просто понять не могу как это все происходило как было без телефона без часов без всех этих компьютеров маршрутов и тому подобное но это же было мы с вами это помним и никаких проблем внешних не было поэтому и бизнесменам английским тогда не нужны были все эти часы которые знаете там опоздал не опоздал на какую-то свиданку нет вопрос стоял только о бизнесе банков банкам нужно было четкое понимание и достоверное свидетельство сколько с человека брать за кредит процентов когда накапали когда не накапали и когда они еще накапали вот эти проценты как бизнес они и толкали всю эту заморочку со временем ну а естественно нулевой меридиан проходящий через гринвич он и сообщал это точное время время по гринвичу сегодня мировое время она как раз отсчитывается от этой географической точки даже можно сказать окружность вот такая картина и когда нам говорят что какая-то женщина рут по имени рут что она там кому-то объезжала на своей коляске как по небу фаэтон понимаете ведь солнце тоже на своей коляске по небу объезжает и это небо с этим фаэтоном это и есть движение солнца естественно с этой колясочкой было 50 банков она все объезжала все они смотрели в нужный момент это время зенит например в 12 часов дня и поэтому зениту астрономы этого банка условные конечно астрономы они давали определение времени сколько времени прошло в днях потому что кредит до сих пор считается в днях минуты и часы не нужны были ни для кого только дни и только бизнес я могу еще дальше в глубину копать я думаю что достаточно и вот это фамилия этой женщины бель виль бель виль то есть прекрасная деревенская ведьмочка так скажем это тоже самое что и гринвич то есть гринвич это условно лесная или прекрасная или зеленая вич ведьма понимаете или деревня как переводит поэтому бель виль фамилия рут и гринвич это одно и то же кто сомневается можете посмотреть сами а большинству я напомню некоторые вещи ну например американское название еги имени еги вы смотрели уже четыре серии этого фильма джон уик вик 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 вич вик и это имя обозначает буквально ведьма или яга ну и естественно некоторые переводят как это деревня но это уже неправильный перевод но он тоже устоялся и поэтому вы сами понимаете есть еще музыка бич хаос тоже гринвич вич хаос дом ведьмы это прекрасная музыка которая очень интересная кто-то из вас слышал кто-то нет это целое направление мировой музыки оно такое своеобразное но очень интересно вот вам вся картина и вывод я делаю из нее такой что люди которые не понимают языка символов их нельзя допускать не до истории недотолкование событий это та же самая система как прежде я вам говорил что если человек не владеет высшей математикой ему должен быть заказан путь в историки вообще у историков должен быть главный предмет это высшая математика они какие-то вещи где он там запоминает какие-то даты и что там кто-то сказал это второстепенно а высшая математика и логика это должно быть первым потому что сегодняшние не ученые историки так засрали нашу историю что просто вот знаете ну невообразимо я вам пример вот сейчас привел с этой рут бельвиль понимаете эта сказка была которой банкиры пользовались и эта сказка была понятна им тоже не хотелось делиться с какими-то другими бизнес-партнерами какой-то своей информации по женщинам времени они придумали эту сказку что какая-то женщина носит им вот эту самую временную колясочку и они с нее считывают время это их право это их язык так же как в любой церкви в любой другой общине религиозной там тоже свой язык но историки не имеют права тащить эту билиберду в светское общение не имеют этого права нельзя говорить что какая-то женщина придумала какие-то часы а тем более в этой же передаче было сказано что в седьмом веке китайцы придумали механические часы я дополню по этому поводу чтобы придумать механические часы необходимо знание механики механика со всеми ее формулами и всем остальным сформировалась только в восемнадцатом девятнадцатом веках после того же декарта и далее но не было никакой математики и механики не могли никакие китайцы придумать часов потому что для этой придумки мысли возникновение мысли не было у них никаких абсолютно пустое поле возможностей и доказываем это еще параллельно тем что даже при современном моменте китайцы до сих пор не изобретают сами ничего они перенимают у белых цивилизаций и а приходят к себе переделывают делают из этого карга культ и продают уже нам в обратку по более низкой цене как те же самые автомобили я сегодня на дороге видел один китайский автомобиль и меня стошнило в очередной раз люди те кто его производят они просто не понимают красоты они не понимают что автомобиль это не четыре колеса и не двигатель это создание высоко интеллектуального мыслительного создания но имеется ввиду человека который вкладывает туда в этот автомобиль свой гений дизайнера а не то что это повозка будет вестись на оглоблях за каким-то очередным китайцем понимаете и он у меня всегда такая реакция на китайские произведения какие-то я всегда рвусь наружу к высоким материям у меня такой организм я не могу смотреть на это на эту красоту их красоту поэтому говорит что китайцы когда-то там чего-то изобрели и все время первые это ложь несусветная для изобретения времени требуется специфические знания первое математика второе логика третье механика четвертое геометрия география и само понятие и понимание времени только тогда вот на этих пяти китах пяти китах можно построить хотя бы календарь понимаете хотя бы календарь а потом уже какие-то часы и на самом деле без вот этих пяти китов не бывает никаких открытий в области времени никаких чтобы вы там отвертками не крутили я имею ввиду китайцы там или какие-то англичане древние которых естественно не было английский язык молодой язык и говорить о том что все изобретается каким-то одним мужиком или как вот случае с этой руд бель виль что какой-то одной женщиной или ее мужем это просто безобразие со стороны историков и мое мое устойчивое мнение что в каждом историческом вузе на каждой исторической кафедре первым предметом должна быть математика и логика не будет их будут у нас стоять безумные историки преподавать вот такую билиберду что якобы женщина на колясочке сто лет возила до окончания второй мировой войны сто лет возила свои данные о том сколько сейчас времени который сейчас час и нам историки это будут говорить ребята вы знаете вот даже тогда когда сверялись посекундно часовые стрелки секундные стрелки и шла велика отечественная война ядерное оружие уже было там циклотроны уже десятилетиями существовали а вот в англии бабушка возила время в колясочки и говорила только она только она говорила банком правильное время который сейчас час